Во имя Отца и Сына и Святого Духа Пророка Исаия 8 глава с 1 по 3 стих И сказал мне Господь Возьми себе большой свиток И начертай на нем человеческим письмом Магер Шилал Хашбас Перевод спешит грабеж, ускоряется добыча Я взял себе верных свидетелей Урию священника и Захарию сына Варахиина И приступил я к пророчице И она зачела и родила сына И сказал мне Господь Нареки ему имя Магер Шилал Хашбас До 18-го Запомните Ибо прежде нежели дитя будет иметь выговорить Отец мой, мать мое богатство Даманские добычи самарийские Понесут пред царем ассирийским И продолжал Господь Говорить ко мне и сказал еще За то, что этот народ пренебрегает Водами села, матекущими тихо И восхищает царицином И сыном рималииным Наведет на него Господь воды Воды реки бурные И большие царя ассирийского Со всей славы его И поднимется она во всех протоков своих И выступит из всех берегов своих И пойдет по Удее Наводнит ею И высоко поднимется Дойдет до шеи И распростервьте крыльев его Будет во всю широту земли Твоей Эммануил Прождуйте народы, но трепещите Внимайте все отдаленные земли Вооружайтесь, но трепещите Вооружайтесь, но трепещите Замышляйте замыслы, но они рушатся Говорите слово, но оно не состоится Ибо с нами Бог Ибо так говорил мне Господь Держа на мне крепкую руку И внушая мне не ходить путем всего народа И сказал, не называйте заговором Всего того, что народ Сей называет заговором И не бойтесь того, чего Он боится, и не страшитесь Господа Саваофа Его чтите свято, и он страх ваш И он трепет ваш И будет он освящением и камнем Преткновения и скалою соблазна Для обоих домов Израиля Петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них Преткнутся и упадут и разобьются И запутаются, а все эти будут уловлены Завяжу свидетельства и запечатаю Откровения при учениках моих Итак, я надеюсь на Господа Сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него Вот мы выслушали То, что было сказано 2700 лет назад А я скажу, это утром сегодня Произносили только События полностью совпадают Заговор, все понимают Международный, за кулисы Что делается И речь тогда тем людям была непонятна Многое, как так Рядом большое государство И там богатство, и вдруг говорится Саря сирийский придет верующий к ним И все утащит Но кто бы поверил Что Киев в 41 году Будет под властью другой личности И договор был заключен На непадении Это немало Они составляют заговор Это не исполнится Будет только то, что Господь сказал А можно было это избежать Путь только один Покаяние Человек страшится Теряет рассудок Он что попало делает И здесь об этом говорит Составляете заговоры Но они рушатся А как людям было сказать Как доложить-то тогда было И вот Возьми свиток И напиши Свиток Это как вот рулон обои Дают Свиток И четыре слова Прочитайте их Первый стих Какие слова Магер Шелал Хашбас Ну и все Что Перевод дается такой Грабеж Так Спешит Грабеж Ускоряет добыча Ну это ладно бы Это может предупреждение О том, что придет враг Спешит Внезапно нападет Бироломно И все, что было ценно И утащит Да, но дело в том Что дальше говорит Приступи к пророчице Чтобы она тебя защила И сына назови так Там так Где-то в бумагах Где-то лежит Где-то предсказания какие-то Что-то Анкараштадский Серафим Саровский Сказал А это ему имя такое И вот мать Как его звала Сократить нельзя было Определенной И щеткой Говорит Еще раз прочитайте У матери Сын Родился Он подрастает Его нельзя по-другому называть Строгое предупреждение Магершилал Хашбас Спешит Грабеж Ускоряет добыча Вот как И как его звать-то было Как его поминать было Она пока скажет А у нее след простыл Нельзя по-другому Почему? Это живая проповедь ходила Какая добыча? Ускоряет Где грабеж? То есть каждый мог спрашивать Что такое? Бог повелел Я так написал Не было ни интернета Ни электрищества Не знали Ну как распространить Сегодня как? Плакаты Какие-то лозунги поставят Запустят Машина будет это повторять Там ничего нельзя было сделать А кто его видел-то Этого Мальчишку-то Который род Видел И шла молва Вот имя дали И говорят Что это проповедь какая-то Я к тому говорю Что имя наше Это не просто так Сдумали Оно должно быть Соответственным тому Какая наша жизнь Мы сейчас по некоторым местам Святой Библии Во имя Отца и Сына Святого Духа Просили Чтобы это в сердце зашло И вы каждый Проверь свое имя Вот допустим Амалифтина Это Валентина Это одно и то же имя А как переводится Сильная Вот в этой отстановке Будь сильной Не страхом не подавайся Родных и близких Настать на путь Сохрани в православной вере Которую не знают Привлеки Мы считаем сейчас Бытие 2.20 Я сейчас буду считывать Библия не у меня в руках Мы не договаривались Абсолютно На сто процентов Это из Библии А из Библии Это значит Дух Святой Через пророка Моисея Нам говорит 2.20 И нарек человек Именно всем скотам И птицам небесным И всем зверям полевым Но для человека Не нашлось помощника Подобного ему Я никогда в этих словах Ничего не видел А Иоанн Златоуз говорит Это пророк Вот сейчас тебя Любого так вообразит Ты пошел Зверинец Приезжает иногда И там какие-то южные Звери Которых мы в глаза не видали И тебя будут спрашивать Как его назвать Что ты Я не знаю Как назвать Назвать надо так Чтобы соответствовало тому У нас это такое есть Вот ворона Она все ворует Ворона Ворона Ворует везде воробей Вор бей Вот у нас есть такие тоже Названия птицы У животных такое Ну он то не знал У него и лексикон то какой был Его никто не учил Ребенок маленький До четырех лет Ущица говорить А этот встал и заговорил То есть все чудо на чудо Адам то не маленький был Какую фигуру Бог слепил Из земли Такую оживил И он теперь Видит зверя Проходит И он называет именами Которые будут соответствовать Ну вы знаете Если Бывает имя такое Дают человеку Вольф Бывает там Вольфариш А это волк Волчий сын Если человек бы это знал Который называл То он бы сказал Да как же так Я с этим именем Волчий буду ходить А от меня дети Волчата пойдут Вот Когда во имена Начинаешь задумываться Как у Бога Все продумано И как не раздуманно Люди поступают Одно и то же имя Вот я сейчас выставил Как бы Людям сообщил Около меня близко люди Которые помогали мне Я их выставил Мэр города Бабарин Владимир И написал 40 Владимиров Вокруг меня С кем-то живу В тюрьме был Где-то Следователь Все о Владимире 40 У меня В книгах Они Слово Владимир 700 Два раза упоминается Что это такое Родители называли Они думали Что дальше будет Владеть миром Он собой не владеет Это Человек Который носит это имя Он владеть должен Целым миром Что сатана обещал Поклонись Весь мир У этих людей Не было ничего И не будет Они внезапно Погибают И исчезают 40 10 Владимиров С четырех сторон У меня стоят Я специально Это сделал Назвал Где работает Какое качество И люди Которые приняли В счастье В моей жизни А я В какой-то другой Вплоть до президента И вот мы Об этом считаем Перед ним Идут звери И он дает им имена Соответственно Его поведению Когда в Австралии Завоевали белые Ну пришли Там туземца Потеснили Увидели кенгуру На ногах бегают И видят Маленький бегает Он испугался Прыгнул У нее карман Такой на животе Сумщатые животные И был волк Еще сумщатый Дети прячутся Как у рыбы Есть такая Если опасность Она рост Шарко развивает И рыбешки Сразу в рот И она дальше Неприступная Как у Бога Все обдумано И когда начинаешь А как это К нам относится Мы сейчас увидим Определенная щетка Он называл Соответственно Тому Какие звери Какой характер И он затоус говорит Он пророк был Это первый А имя ему Адам А что такое Адам Земляной Красный Из глины Это имя вот такое Первый Адам Земляной Второй Адам Придет с неба Вот От Адама До Иосифа Обручника Божьей Матери Люди Все земляные Они не могли Родиться свыше Ни один Истина была В образах Агнес Ягненок Агнес Божий будет И вот тогда Должен был кто-то Прийти и спасти А как его назвать Кто-то Спаситель А как по евреям Иисус Иисус Спаситель А все остальные Земляной Красный Земной Рыжий Земляной Черный Как угодно Но слово Земляной Переди стоит И вот этот Кто пришел О нем было предсказание И назовет его Эммануил Да как назвали Иисус Эммануил Это его свойство Как С нами Бог С нами Бог А мы его признаем За Бога Вот видите Как все есть Ну Европейц Увидел Кенгуру И спрашивает Как звать Ну и он Кто-то сказал ему Кенгуру Ну и так А потом узнали Он сказал Я не понимаю вас И он Я не понимаю вас Прилепил к зверю Думая Что он ему ответил Чтобы у нас Такого не было Мы должны знать Смысл Это Моисей И что Египетское имя Вынутый из воды Соответствует Да Она в казинке Его поймала Мы сейчас увидим Как неоднократно Господь меняет Имена У меня вопрос Сразу Если есть Книга жизни Где вписаны имена верных А люди меняют имена Там по какому имени Искать будут Ну ладно Который там Сам по себе Он не верующий Его и в книге жизни нет Ему менять нечего Но бывает Человек родился Верующий Живет Принял крещение А теперь Принял монашист А имя меняется Дальше принимает Симу Еще раз меняется По какому имени Его будет вызывать Господь на суд Написано Откроются книги И каждый будет отвечать Там этих Наших имен будет много Но наше имя Как-то сразу Отзовется Это про меня говорят И перед всей вселенной Откроется вся наша жизнь От рождения до смерти Называется Страшный суд Но мы не знаем Сколько он будет продолжаться Часы мира остановятся Мусульмане говорят Ровно 50 тысяч лет Откуда это им известно Мы говорим Времени там не будет Поэтому считать никто не будет 3.20 Тут же бытие Странно слышать Что Адам пророк был Да Мы ни одного зверя Не назовем Он назвал Всех давно птиц Которые прошли Зверюшки Мышки Всех назвал И соответствует действию И нарек Адам Имя жене своей Ева Жизнь Ибо она стала Матерью всех живущих Ева А у нас в переводе Есть Это Зоя Это означает Жизнь На каждом языке Звучит по-своему А здесь определенно Мы приноравимся К тому языку На котором Библия Бана написана Он ее назвал Мать всем Она дает жизнь Каждая женщина По-своему Ева Зоя Это одинаково Дальше читаем Как рождает он Еноса Енос означает Слабый Почему он слабый Так его назвали Я долго искал Неделю крутил По этому Дальше Смертный Покорный Авеля Которого убил Кайн Называется Дыхание А за Кайном Сохранилось Которое имя Окаянный Почему он Что-то повредил Матери Когда называли Он в историю Вошел с именем Окаянный Я языка того не знаю У Анны не было детей Она долго просила Молилась Вы знаете Наконец Бог дал дитя У Финаны есть А у Анны нету Она ее зазирает И она молилась Пришла Губы шевеляться Волоса нет И Ильи Первосвященник И говорит Иди проспись от вина Нет Не от пьянки Я говорю У меня со всех сторон Долго Детей нет У них это считалось Осужденно Бог тебя отверг И вдруг рождается ребенок И как она назвала Выпрошено у Бога Два слова Ил это Бог Ил Выпрошено у Бога А как звучит Самуил Самуил Если хочешь узнать Мы говорим Михаил Что означает Никто как Бог А если Ил Стоит впереди Илья Означает Бог моя крепость Я с еврейского Переношу на сегодня Слово Ил И имеет особое значение Высочайшее Элогим Откуда идет Дальше Бытие 17 5.11 И не будешь Ты больше Называться Авраамом Но будет тебе Имя Авраам Одна буква Добавится Мы можем остановиться Сейчас Потом дальше Прочитаем Это Господь Его благословляет Одной буквой Ну если ты была Екатерина А теперь Екатерина А-а Ну Что изменится От этого Вся жизнь Меняется Авраам С одной буквы Означает Странник Где негде Голову преклонить Авраам Букву добавили И это означает По-еврейски Отец Множество Была Сара А потом Мы видим Господь Скажет Назвись Сара 2 Это тоже Другое Поэтому Имена свои Не сокращайте Я знаю Американцев Везде Если избрали Президента Иосиф Это Джозеф Джозеф Они его не называют А Джо Если у нас Константин Это Ну понятно Максим Почему не сказать Максим Нет Макс Вот это Так уже Принято Ну на Две буквы Сократило Время Тебе Нет А друг О другу Ущатся Мы жили В деревне Но по-другому Не называли Какое Он есть Так и Называли Поэтому Имя свое Мы можем Увидеть Или не Увидеть В книге Жизни Один Человек Сказал Так Если Господи Их не Простишь То и меня И сглочишь Книги Жизни Вы знаете Кто это Был Я таких Людей Знаю В истории Только Три Второй Был Павел Я рад Быть Выщипнутым Из книги Жизни За родных Мне И третье Серапим Сказал О тех Которые Священники Архи Епископы Меня Изгладь Из книги Жизни А их Прости Господь Говорит Кого Наказать Я накажу Без тебя Знаю Ответ Три Человека Говорили Это Сами Не знают Что Говорят Тебя Если На одну Секунду Только Поместить Где Незаписанная В книге Жизни Бытие 17.5.1 И потом До 15.22 И не будешь Ты больше Называться Авраамом Но будет Тебе Имя Авраам Ибо Я сделаю Тебя Отцом Множество Народов И весьма Весьма Расположу Тебя И произведу От тебя Народы И цари Произойдут От тебя И поставлю Завет Мой Между Мною Тобою И между Потомками Твоим После тебя В роды Их Завет Вечный В том Что Я буду Богом И потомков Твоих После тебя И дам Тебе И потомкам Твоим После тебя Землю По которой Ты Странствуешь Всю Землю Хананскую Во владение Вечное И буду Им Богом И сказал Бог Авраам Ты же Соблюди Завет Мой Ты И потомки Твои После тебя В роды Их Следующий Какой стих 15 До 15 22 И сказал Бог Авраам Сару Жену Твою Не называй Сарою Ну да будет Имя ей Сара Остановимся Здесь Вот Сара Это означает Владыщица А две буквы Владыщица Всего мира Резко меняется И это Исполнилось Да Исполнилось И цари Принесут Мы знаем Куда несут Все богатства Мира И это Пророчество Божье Оно Исполнилось Буквально Где Мы найдем Имя Этому человеку Именем Которого Целая страна Названа Будет Ну тут уже Дошли Так Деяние 838 Или 30 Может быть Я ошибся 830 Филипп Подошел Ну ладно Я то просто Так скажу Вы знаете У него был Кто сын Исаак А почему Написано Я Когда бог Сказал Старый родится Сына И 90 лет Ну вообрази А ему 100 лет И он когда поклонился И про себя Мысленно засмеялся Ну обещать что-то Можно еще Ну нет ничего И она У нее обыкновенная Женская Прекратилась Говорит Сухой ров И там еще не растет Уже ни лоза Никакая И однако Это случилось Оба засмеялись Не только она И когда он родился Они называли его Смех И так со смехом Он бегал Смех Иди сюда Нам как-то это странно Называть Привыкли к своим именам А почему оба засмеялись И так назвали Исхак А вот там родится Еще два Исав да Яков Исав Лохматый Первый выходит А это держится За пятку ему И второй Но первородный он Ну на сколько Если за пятку держится Ну там одна минута Две прошло А это решало все Ему имя было Яков Обозначает Держащий Подставляющий Подножку Или обманщик Имя-то какое Они ему дали А дальше Говорится Об этом еще Прочитаем Господь ему Боролся Когда ночью с ним Им побороть не мог И говорит Как тебе имя Он и Бога спрашивает А Бог говорит Зачем тебе знать Оно чудно И мы так и не узнали Хотя кое-что написано Яхва Ягова Какое имя Там было Сказать нельзя было Это то Которое только Духовный Небесный человек Может узнать И далее Бог говорит Отныне Ты будешь Называться Израиль А Израиль Переводится два Борющийся с Богом И зрящий Бога Одно Тоже На два варианта Дается Почему Это древний еврейский язык И современные Переводят имя так Израиль И этим именем Отныне будешь Называться Израиль Целое государство Называется Это все То что нам Господь Сегодня Открывает Матфея 16 глава 16 по 18 стих Переходим на Новый Завет Симон же Петр Отвечая Сказал Ты Христос Сын Бога Живаго Тогда Иисус Сказал ему ответ Блажен ты Симон Сын Ионин Потому что Не плоти и кровь Открыли тебе Это ну отец Мой сущий На небесах И я говорю тебе Ты Петр И на семь камней Я создам церковь мою И врата Ада не одолеют ее И дам тебе Ключи Царство небесное Вот как это понимать Апостолам Стараясь 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 Отвратить Проконсул От веры Но Саул Он же и Павел Исполнившись Духа Святаго И устремив на него Взор Сказал Ой Исполненный Всякого Коварства И всякого Злодейства Сын дьявола Враг Всякой правды Перестанешь Или ты Совращаясь В прямые путей Господних И вот ныне Рука Господня На тебя Ты будешь слеп И не увидишь Солнца До времени И вдруг Напал на него Мрак и тьма И он Обращаясь Туда и сюда Искал вожатого Сергий Павел Два имени У проконсула А Мешает Волх И вот С этого момента Савл Стал Павлом Толкование Дается такое Очевидно Проконсул Этот имел Большое значение И в честь его Павел Впервые встречается В Библии Имя Павел Избранный Богом Тринадцатый апостол Принял это имя С чем это связано Как было Нигде не написано Поэтому я никак Толковать не могу Но Сослаться на это Мы можем Там в Иисус Это Волх Вар означает У них Отец Отец Иисусу Какому Ее волшебник Назван Вот Несоответствие Своему имени А оно просто Ставит вопрос А ничего ему Не дает Ну сами подумайте Вот у кого Какое имя Если вы не знаете Потом Можете меня спросить Если мне неизвестно Я потом Могу завтра вам Принести Вот Такой случай был У одного человека Праздник А праздник Это овец Они всех Стригли Хозяин Навал Ими его Сохранилось А он был Там где Давид Убегал Со своими Воинами От Саула Ну узнал Что там Уже Приготовлено Все А ему Кормить в горах Людей надо Он посылает К нему Людей Говорит У тебя тут Все сохранилось Где грабили Овечек Таскали Тут ни один Не приходил Мы С войском Стоим А у Давида Это было Ни один Ни два Тысячи людей А он Выпил И начал До вас Много бегает От своего Господина Где я на вас Наберусь Мясо я приготовил Для тех Кто работает Изюм Сушеный Для тех Ну Эти воины Пришли И рассказали Давид говорит А Давид означает Славный Давид говорит Зря мы охраняли Его Четыреста человек Вооружайтесь В руки берите Оружие И пошли А слуги Сказали Овегее Жене его Так и так Поступил Навал Она поняла Смерть Она быстро Все нагрузила Ослов Целую вереницу И прямо Навстречу К нему пришла И пала перед ним Выслушай меня Этот Навал Он Навал переводится Безумный Вот откуда Навальный Это происходит Смытьян Навал Прямо И вот этот Навал Он еще Не знает Какая беда Она уговорила Его Когда ты будешь Царем Я слышала Ты не будешь Жалеть Что не тронул Его Бог сам С ним расправился И она Нагрузила И он с этим Пошел А он утром Встал Она подошла И говорит Ты вчера напился Ты помнишь Слуги приходили Какие слуги Начали разбираться Ну ну А ты зачем Так ответил Тебе же сказали Что ты от Давида И он шел Четыреста человек Вооруженных И он сразу Парализовала Его И в несколько дней Умирал И взял Жену себе Следующую Освободилось место Вот как Вокруг нас Много этих Навалов И Навальных Никому не подчиняйте Свою волю Они безумные Они неразумно Рассуждают Они натравлюют Власти И люди кончают Печально очень А она Оказалась Женщиной Которая Сохранила Жизнь И себе И другим И вот У нас Здесь В Барнауле В храме Было Три Священника Михаила Имя Тут Михаила Игоря Прямо На каждом Шагу И три Ну как Два Пожилых Один Молодой Какой Да старый А старые Двое Одного Волос Нужно добавлять Было Лысый Или Нелысый А вот Отец Аким Учился Когда В семинаре Кто скажет Я Аким Все знали С Алтая Один С одним Именем Мне 82 Года Я ни разу Не встретил Игнатия Некого Было Сказать А чтобы Игнатия Да Тихоныч Я сегодня По интернету Полазил Нигде Больше Нету Все Сбрасывает Только На меня И вдруг Оказывается Когда мы Вот здесь Планетарий Старый Был Меланжевый Где Там Сад У них Есть Как Называют Мы за него Тогда Подавали Чтобы нам Отдали Это И оказалось Это Старобрядческая Была И название Когда мы Уже Здесь Оформились Крестово Звыжинская И священник Был Игнать И Тихон Ищевалин Это Нельзя Придумать Даже Ну Даже Игнатия Не встретишь Ну А Тихон Означает Приносящий Счастье Имя Какие Надо понимать В чем Счастье Как выражалось Но главное Что Сошлась Из церковь Название У нас Крестово Звыжинское И название Такое Вот Колостянам 4.11 Как Господь Сам Переначал Апостолы Иные У меня Только один Вопрос Не отвечен Какой Именно Небе Будет Записан Я Пришел К выводу Что То Который Принял В Крещении Это Номент Рождения И меняется Имя Крещение Мы теперь Посмотрим Как мы Русские Чтим Язычников А не Крещеных Я просто Называть буду А вы Сами Решите Верите Этому Или Нет 4.11 Также Иисус Прозываемый Иустом Оба Изобрезанных Они Единственные Сотрудники Для Царствия Божия Бывшие Мне Отрады Это Павел Пишет Прозванный Как Иисус Понятно Спаситель Как оно Имя Это Давалось Потому что Иисус Иисус Сирахов Иисус Новин Имя Иисус Было Такое Обыденное Видимо Часто Счалось А вот Теперь Его Имя По-другому Назвали Означает Праведный Или Это Не соответствовало Что Он Спаситель Теперь Поняли Что Имя Иисуса Особое Место Имеет Дальше Деяние 13.1 В Антиохии В тамошней церкви Были Некоторые Пророки Учители Варнава И Симеон Называемый Нигер И Луций Кириньянин И Манаил Совоспитанник Ирода Четверовластника И Саву Нигер То есть Негр Имя стоит А иногда По имени Назвали Говорили Негр И когда дальше Будем считать Евангелие От Иоанна 11.16 Это я Просто Такие места Показываю Как с именем Обращаются люди Тогда Фома Иначе Называемый Близнец Сказал ученикам Пойдем И мы умрем С ним Вот Фома Близнец Перевод Это точно Как Зачем было Пояснять А чтобы не забывали Он близнец Двойняшки Где-то были А то может Больше где-то И вот Какие-то у нас Качества Есть Которые Отобразятся Более Чем Наше имя И фамилия А они Наложат Отпечаток И вот смотрите Несколько моментов Князь Владимир У Соломона Было 700 жен И 300 Наложниц А у князя Владимира 2000 было Ну кто он Такой Питье У брата Ярослава Была еще Жена 2001 Отнял Его Убил То есть Ни на чем Не стояли И вдруг Он принимает Крещение И принимает Крещение С именем Василий И мы Василия не знаем А Равноапостольный Владимир Ответа Я никакого Не нахожу Нигде То есть Один ответ Неправильно Почему он Языческое имя Теперь прославляется Владимира Мы не знаем Мы знаем Это развратник Был убийца Чего ради Это нам Молиться Молиться Моего Иконы Все Канонизированы Так это не один Борис и Глеб А Борис и Глеб Это язычники А их назвали Когда крестили Роман и Давид Романа Давида Не знают Вот Александр Невский Мы его не знаем Когда он Принял схему Стал Алексеем Вот эту Реформу Какую-то Надо бы Сделать Кто это Сделает И почему Так сделали Неужели Там не было Мудрых людей Что языческое Имя Мы прославляем К нему Обращаемся К язычнику Ответа никакого Не нахожу Только неразумие Потому что Слишком ясно Когда это будет Я посчитал Сколько Женских имен И мужских Вот сегодня Мужских имен По нашим календарям Примерно 750 Потратил время 365 дней Перебрал Все мужские имена Выбрал И говорю А в употреблении У нас Примерно 35 То есть 5 процентов 5 процентов Ни ума Говорит Нет Ни фантазии Как называют Как у нас Деревня Тридцать человек Три Марьи Три Владимира Как показывает Верно Она Спрашивает Там она Мусульман Как Айша Второго Третьего Пятого Все Айша Ничего больше нет Как будто На Айше Все сошлось Ну сколько У нас Этих Одинаковых Фамилии Одинаковых Имен Ну почему Мы не понимаем Что не так Это все было Я был В Алтайской Правде Там Центральный Столб Стоит внутри И показано Кто ушел На фронт И погиб Не вернулся И вот Кто Погиб Он допустим Евгений Мартимьянович То есть Мартимьянович Еще даровился Это отец Его назван И все Миларет Брата Из роддома Он никогда Никогда не мог Сделать И его Нет И вот Когда приехал Тут у нас Один Ну из Татар Я с батюшкой Поговорил Батюшка Ну перешагни Ты через эти Завалы Которые сделали Нам Назови его Как надо И он хочет И батюшка Назвал его Ездрой Может за 2000 Лет один Ездра Прекрасный Человек Такой Кроткий Смиренный И умница Когда будете Что-то Поминать Возьмите Его Чтоб Помочь Потому что Родственники Они Мусульмане Все Еще Несколько Мест Может быть Придется Открыть Вот смотрите Как Вы сами Посмотрите Вот у нас Нестор Вы больше Такого имени Не встретите Нигде Енафа Имена То какие У нас Были Алфим Анфим Есть еще Алфим Вот когда Разговаривали С людьми Они понимают Само Самое Имя Вот у нас Анфима Некомедийского Его никто Не знает А он Единственный За 20 Столетий Христиан Который Всю общину В которой Было 32 тысячи Человек Всех Возвел на небо Такого Не было Никогда Ни одного Предателя Ни одного Отступника Нету Как Всех Сожгли И ни один Отступился Вот у нас Климент Ну Правитель Правителя Был один Климент Ефремович Знаете А это Климент Анкирский Больше Его никто Не пострадал В мире В житиях Написано У него Не было Ни одной Частички Тела Которое Не было Побреждено И не наросло Заново Где-то Его там 19 с лишним Лет Его только Мучили На копья Надевали Там Отрезали От него И наконец Освободили Пришел Литургию Стал Служить И в то время Передумали Правители Послали Кого-то И отрубили Голову Она только На кожице Осталась И пала На престол Итак Магаршалал Харбаста Не произнесешь Вот какое Время сейчас Сегодня Великая опасность Везде Великая опасность Я только что Выходя сюда Получил письмо Из Греции Считаю Священники Выступают То что сейчас Делают Это Хуже чем Фашизм Что делается Везде И все восстали То есть Власти Вторились В храм В церковь Кого запускать Не посыпускать Все это решают Там Спирт Обмакивать Это Просто умоляют В церковь уже Не ходите Дома сидите Это было Во времена Когда Была большая нужда Люди просто Дома оставались Найдется священник Который будет служить Никогда не подписывайтесь Под то что Мирские люди Придуманы Болезни эти И можно От них избавиться Чем-то Заранее изобрести Что-то дать И он не будет болеть Они еще не знают Что с ними будет Потом дальше Выхода нет Выхода нет А выход только один Молитва Выступает Не кто-то У нас в России В Соловецком монастыре Там Архимандрит И другие говорят Нас пугают Пугаться не надо Сему надлежит быть И о врагах Молиться надо Молиться Кто это сделал Кто это придумал Кто Назревает события О которых мы даже Не догадываемся А почему это придет В пятой главе Откровения написано И погибнет Треть Людей Живущих на земле То есть За два с половиной Миллиарда Во что это обойдется Каждый день Выставляют списки Которые что-то С собой сделали И прямо на стадионе Падает один за другим Мертвый Уже врача даже не вызывает Это все Показано сегодня Во времена Давида Было такое Мор Это мор И мы должны только говорить Господи Воля Твоя Святая Да будет над нами Нигде Ничего Не пытайтесь Проклинать Господи Сохрани нас От того Что не славит Тебя И от любой напасти Спасение одно Покаяние Слезы Милостыня Молитва Богу нашему Слава Чтобы мы Имя христиан Донесли Нас зовут христиане Аминь